Всевышний дружбу не даёт. Люди должны работать над ней. Самый главный друг твой должен быть твоя жена или твой муж. Человек любит сам себя и любит того, кто помогает ему себя любить. У евреев есть одно очень серьёзное правило. О том, что дружба, рождённая бизнесом, намного крепче, чем бизнес, рождённый дружбой. А вот с Коломойским. Сначала был бизнес, потом дружба, или сначала дружба, а потом бизнес? Я думаю, что это очень серьёзная кармическая связь. Что иудаизм Тора говорит о дружбе? Вообще ни слова. То есть классическая Тора, говорят, что в Торе есть всё. Есть отношение отца и сына. Это Авраам и Ицхак. Есть отношение мужчины и женщины. Есть отношение братьев и так далее, и так далее. Ни одного слова о дружбе нет. Это значит, для меня это значит о том, что Всевышний дружбу не даёт. Люди должны работать над ней. Она существует в рамках того, пока два человека над ней работают. Пока они дают свою энергию в этот процесс. Как только кто-то один перестаёт это делать, она растворяется, как снег на солнце. Считаете ли вы, что дружба – это взаимовыгодная инвестиция? Да. Я так считаю. Ну, в перке вот «Заветы отцов». Это очень серьёзная книга, которая является частью Большой Торы. Написано «Купи себе друга и заведи себе Равина». И написано «Друг» – это тот, с которым ты сможешь общаться, жить, коммуницировать и так далее. А Равин – это тот, который будет учить тебя Торе. То есть человек, который учит тебя Торе, не обязательно должен быть твоим другом. А друга нужно купить. Но купить – это же не за деньги. Это так написано. Купить нужно его энергией. Потому что когда два человека общаются, что такое друг? Ну, друзья должны, не знаю, ходить друг к другу в гости. Помогать друг другу. Как-то быть эмоционально состыкованными. И до тех пор, пока всё это происходит, дружба существует. И если вдруг кто-то один устал, если кто-то один перестал вкладывать энергию в эти отношения, то никаких же обязательств нет. Это же не муж и жена, это не брат и сестра, это не отец и сын. Это просто два посторонних человека, которые на определенном этапе своей жизни нашли точки соприкосновения. Если для них это ценно, они могут это поддерживать. Но это функция двоих. Сколько раз, сколько было у нас друзей детства, друзей юности, даже уже в зрелые годы. Эта дружба, когда ты перестаёшь вкладывать в это внимание, силы, энергию, оно как-то постепенно затихает. В моей жизни такое было неоднократно. Вы можете поделить ваших друзей на условные группы? Евреи, не евреи, из прошлого, из бизнеса, душевные, духовные, для веселья. Все, как правило, разные люди. Ну, наверное, можно. Наверное, можно. Стоит ли? Евреи, не евреи, такого у меня нет. То есть я считаю, что человек хороший, неважно, какой он национальности или вероисповедания. Друзья, в бизнесе более сложный вопрос. Потому что у евреев есть одно очень серьёзное правило. О том, что дружба, рождённая бизнесом, намного крепче, чем бизнес, рождённый дружбой. Очень опасно начинать бизнес с друзьями. Потому что ожидания другие, стартовая позиция другая и так далее. Друг, он по-другому относится к своим обязательствам. Он по-другому относится к ответственности. Он по-другому относится к бизнес-партнёру. Друг иногда может позволить себе какие-то вещи, которые не позволит чужой человек, именно потому, что он друг, и он думает, что ему всё это пройдёт. Поэтому иногда друзья начинают бизнес, и они чаще всего заканчиваются, ну не всегда, но чаще всего заканчиваются какими-то конфликтами. И тогда уже не будет ни бизнеса, ни дружбы. Но иногда люди начинают бизнес, они проверяют друг друга, бизнес у них получается. Они понимают свои зоны ответственности, они понимают свои границы, чужие границы, что можно, переходить нельзя. И тогда, возможно, дружба. И эта дружба намного крепче, чем та, о которой я говорил раньше. А у вас с Коломойским сначала был бизнес, потом дружба, или сначала дружба, а потом бизнес? Мы познакомились как два бизнесмена. Как два бизнесмена. А потом потихонечку мы с ним подружились. И наши с ним отношения, они как-то выходят за рамки. Даже дружбы, я даже сам не понимаю, что это за отношения. Ну, мы с ним уже вместе с 90-го года, это получается 23-33 года мы друг друга знаем. Это, скажем, большая часть нашей жизни. Сложно сейчас об этом говорить, потому что он в тяжелом положении находится. Поэтому так в двух словах бы я описал, но глубоко иди туда не хочу. Верите ли вы в то, что люди встречаются не просто так друг с другом? Верю. Верю. Я не верю в то, что люди встречаются просто так. Для чего приходят люди в жизнь друг к другу? По-разному. Нерешенные вопросы в прошлых жизнях. Незаконченные отношения. Иногда люди приходят в нашу жизнь для того, чтобы принести нам какую-то информацию, для того, чтобы сообщить нам какие-то месседжи, для того, чтобы… Любая встреча – это в иудаизме, в лошона кодыш, в святом языке, есть такое понятие, оно очень такое common, которое очень часто встречающееся, называется «ашгаха протит» на иврите. Это как в английский «дивайн провиденс» или как божественное проявление. То есть человек, который верит во Всевышнего, он в каждом событии видит божественное проявление. Шел по улице, увидел, не знаю, какую-то ситуацию, вмешался в нее. Это не просто так происходит. Почему я именно в этот момент шел? Почему именно в этот момент случилась эта ситуация? Почему я шел по этой улице? Наверное, это для меня какая-то информация. Может быть, я пришел в этот мир, и вся моя жизнь, и все мои достижения, и так далее, и так далее, только для одного, чтобы я встретился с этой ситуацией и вмешался в нее. Мы никто никогда об этом не знаем. Но это надо быть очень просветленным, продвинутым, для того, чтобы это понимать. Точно так же и люди. Когда к тебе приходит человек, как-то попадается на твоем пути. И даже если он токсичный, как вы говорите, и он приносит тебе негатив, надо это посмотреть с точки зрения божественного провидения и сказать, для чего этот человек попался в моем пути. Для чего он принес мне эти неприятности, для чего он принес мне эти новости. Наверное, для того, чтобы я или, не знаю, сделал выводы какие-то. Если это все воспринимать с точки зрения наказания, тогда, конечно, будет плохо, тогда, конечно, будут негативные эмоции, но это надо воспринимать с точки зрения урока. И говорить о том, что я из этого всего контекста, из этого контакта, может быть, не выношу какие-то материальные достижения, может быть, не выношу какие-то положительные эмоции, но я выношу очень важную вещь, дороже которой вряд ли есть что-то на белом свете, это опыт. Потому что если мы будем общаться только с хорошими людьми, какой же опыт мы приобретем. А еще часто люди нам зеркалят нас. Вот, если мы это понимаем, тогда мы же хотим посмотреть в зеркало, чтобы увидеть, как мы выглядим, отражение. Поэтому иногда, посмотрев в другого человека, ты видишь очень-очень разные вещи. Знаете, вот говорят, что мы себя оцениваем глазами любящих нас людей. То есть если человек тебя любит, и ты смотришь в его глаза, ты себя оцениваешь. Но любовь — это такая вещь, она настолько многогранна, она имеет настолько всяких оттенков. Иногда себя можно оценить из человека, который не любит тебя. Ну, посмотреть, как на тебя смотрит остальной мир. Ну, это надо быть очень сильным, очень осознанным. И я не знаю, ну, только большие мастера достигают такого уровня. Я таких мало встречал. Как формировалось ваше окружение? Кого вы впускали в свою жизнь? Вы знаете, я раньше впускал всех, а потом фильтровал. То есть для меня изначально все люди были хороши, а потом, если кто-то доказывал, что он не такой, я от них как-то отдалялся и так далее. Ну, вот у меня такая была стратегия. Но сейчас, конечно, с возрастом… Опять же, мы с вами начинали говорить по поводу дружбы и по поводу энергии, по поводу общения. Вот если мы посмотрим на детишек в школе или там в детском саду, у него спросишь много друзей, весь класс друзья. В институте потом уже какая-то компания. Потом уже, когда человек начинает работать и создает семью, уже, может быть, один-два он может назвать друзьями. А с возрастом, когда человек становится зрелым, очень тяжело найти того, кто сказал, что вот у меня есть друг, которого я, ну, может быть, пронес через всю жизнь. Это большая редкость. А найти уже в таком возрасте, в зрелом друга, и подружиться, и сойтись очень тяжело. Поэтому евреи говорят, что уже нету энергии или нету смысла тратить эту энергию на посторонних людей. Самый главный друг твой должен быть твоя жена или твой муж. Или желательно твои дети. Ну, в определенном контексте. То есть только на это стоит тратить свою энергию. А все остальное надо улыбаться всему миру, смотреть и так далее. А часто ли в вашей жизни пытались купить вас как друга? Знаете, когда там подарок передали, внимание и так далее. Бывало. Как вы на это реагировали? Вы знаете, у меня на это всегда была плохая реакция. Потому что мое подсознание анализировало, как невербальная попытка мной манипулировать. Хотя я не уверен, что это было так на самом деле. Ну, то есть подарки. Подарок, если мне дарили подарок на день рождения, это понятно. А если просто так человек заходит с подарком, то это явно он чего-то хочет добиться. Он приходит не с пустыми руками. Это какая-то сразу месседж. Я на это так и смотрю. Есть такой миф. Миф? Миф, да. Что нужно дружить с успешными людьми. Что в целом ваш достаток – это достаток троих людей из вашего близкого окружения. Как вы относитесь к тому, что нужно дружить только с успешными? Не знаю. Я так не отношусь. Просто психологически надо разобраться, в чем подоблека этого мифа. Потому что, когда ты дружишь с успешными людьми, то, может быть, дружба более искренняя и настоящая. Потому что, когда ты дружишь с кем-то, удача которого не так велика, как твоя, то в этом всегда есть элемент, наверное, может, какого-то милосердия или какой-то, не знаю. Ну, то есть у меня есть друзья, которые еще со школы. Которые, ну, вот как-то мы прошли эту жизнь уже много лет, там, мы вместе и так далее. И у каждого разный уровень благосостояния. Но их очень мало, становится все меньше и меньше. Вот. А так, вот, чтобы новоприобретенные друзья были не успешные, ну, в рамках того понимания, о котором вы говорите, я уж не припомню. Есть понятие поддерживающего окружения. Это те люди, которые всегда, всю жизнь тебе говорят, ты сможешь, ты крутой. Есть ли в вашем окружении такие люди? И кто были теми людьми, которые вам помогали на пути к успеху? Ну, на разных этапах моей жизни были разные люди. Какие-то помогали, какие-то мотивировали в то время. В разное время были разные люди и разные этапы жизни были. Сейчас их таких осталось несколько человек, наверное. Это, не знаю, моя сестра, моя дочь. Очень сильно меня мотивирует моя любимая женщина. Это человек, который для меня и друг, и любовь моей жизни. И, ну, в общем, много чего. И я действительно смотрю на себя через отражение в ее глазах. Равин Каменецкий, мой друг, и я смотрю, отслеживаю реакции на свои поступки в его. Он большой дипломат, и иногда он не скажет прямо, о чем он думает. Но невербально это можно ощутить. И я очень уважаю его духовность, уважаю его понимание жизни. Уважаю его как человека, поэтому его влияние на меня велико. Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной без секса? То есть не когда это твоя любимая женщина, а просто дружба между мужчиной и женщиной? Не верю. Я считаю, что в 99% один я оставляю на какие-то случайности. Это такая система взаимоотношений, когда один хочет отношений с другим, включая любовные отношения, секс и так далее. А второй по каким-то причинам не хочет или не может, или они ему не нужны, но он пользуется ситуацией. Например, мужчине нравится женщина, он ее хочет и добивался бы, но по причине некой застенчивости или еще чего-то он не проявляет это дело, а ей нравится обожание или восторги и так далее. Поэтому они называют это дело дружбой, но на самом деле это такое, это гибридность. Или женщине нравится мужчина, она проявляет о нем заботу, она как-то за ним, не знаю, ухаживает, может быть, физически, может быть, они тратят времени на какие-то беседы. Она ему не нужна, но ему льстит о том, что есть такая женщина, с которой он может пообщаться, поговорить. Но это не дружба. А если это бизнес-партнер, который стал другом, и просто женщина-бизнес-партнер? Офисные взаимоотношения могут быть, потому что в офисе люди бесполые. Это не мужчина и женщина, просто так. Говорят, когда еврей с кем-то ссорится, он не закрывает дверь до конца, а всегда оставляет щель. Это правда? Ну, так должно быть. Это правильно. Я такого не слышал, но сейчас я слышу это первый раз. Исходя из моего опыта, я часто закрывал дверь, а может быть, даже захлопывал. Наверное, неправильно делал, потому что как бы там ни было, то есть захлопывание двери в моменте – это выброс твоих эмоций в тот момент. Это бездумная какая-то вещь. Как бы там ни было, как бы оно ни складывалось. Оставить дверь приоткрытой – это значит оставить себе возможность к общению, к налаживанию взаимоотношений. А с практической точки зрения никто же не знает, как завтра повернется. И когда ты дверь захлопнул, а завтра тебе хочется или нужно воспользоваться какой-то ситуацией, обратиться, сделать, а дверь закрыта, щелочку оставить никогда не поздно. И это значит, это мы возвращаемся к той позиции, когда победить другого человека – это надо иметь большие силы, но еще большие силы – это победить себя. Потому что нужно много энергии для того, чтобы закрыть эту дверь, а еще больше нужно, чтобы оставить ее приоткрытой. Вас предавали в дружбе? Да, наверное. Я так считал. Но я думаю, что если тебя предали, предал друг, значит он никогда и не был другом. Это была субстанция, которую ты считал своим другом. А на самом деле, ну, знаете, у евреев есть одно интересное правило. Я его распространяю на всякие, на всякие подобные вопросы и отрасли моего существования. Вы знаете, есть рыбы ж кошерные и не кошерные. Рыба кошерная, у нее должны быть две характеристики. У нее должно быть и плавники, и чешуя. Есть такая рыба, она похожа на камбалу, такую большую. По-немецки она называется штайнбуд. По-английски она еще как-то называется. Она такая большая камбала. И эта рыба, когда рождается из икринки, у нее первый год жизни есть и плавники, и чешуя. А потом эта чешуя выпадает. И она такая гладкая становится. То есть первый год жизни она кошерная, а потом всю остальную жизнь она уже не кошерная. И ученые или мудрецы все время думали, как ее охарактеризовать. Кошерная ли она, потому что у нее была чешуя, или является она кошерной в первый год своей жизни. А потом они решили, нет, эта рыба не кошерная. Потому что если чешуя это выпадает, значит ее никогда и не было. Поэтому если друг тебя предал, значит он никогда и не был твоим другом. Ты просто думал так. Поэтому не надо жаловаться. А вам тяжело терять людей в жизни? Ну, наверное. Наверное, тяжело было бы. Да, тяжело. Ответ – да. Тяжело. Тяжело. Вот эти заканчивания взаимоотношений, обиды – это тоже продукт эго. И в Торе есть одна интересная глава. В Талмуде она называется «Сота». Это взаимоотношения между мужем и женой, которая, по ему мнению, ему изменила. Знаете, есть законы из три вида законов. Есть законы, которые понятны с самого начала. Есть законы, которые нужно доказывать или объяснять. А есть законы, которые не имеют доказательств. Нужно их принимать как есть. Один из таких законов – закон о красной корове. Называется она «Пора Адама». Вот просто ни с того ни с сего написано, что есть красная корова, которая рождается раз в сто лет. У нее нет ни одной в шерсти, ни одной волосинки, которая не рыжая. В нем нет никаких изъянов. Вот такую корову надо принести в жертву. Ее есть нельзя. Ее надо сжечь. И этот пепел имеет огромную ценность. Ну, например, если муж заподозрил свою жену в измене, он имеет право взять ее, привезти к первосвященнику на суд. И дальше первосвященник задает вопрос, изменяла ты своему мужу или нет? Потому что свидетелей нет. Это только подозрение мужа. Если она соглашается с тем, что она изменяла, ее ждет наказание, ну, оно написано для женщин, которые ее ждет такое наказание. Если она говорит «нет», тогда в присутствии большого количества людей эту женщину заставляют одеться в какие-то рубища, ее заставляют открыть волосы, что, в принципе, для еврейской замужней женщины это самый большой позор. Потом первосвященник берет сосуд, наливает туда воду, растворяет там пепел этой красной коровы, затем на пергаменте пишет имя Всевышнего, бросает туда этот пергамент, и тоже мешает до тех пор, пока эти чернила, которым написано имя Всевышнего, не растворятся. Потом он еще раз спрашивает у нее, виновата она или нет, и ей нужно выпить этот вот раствор. И если она виновата, она тут же умирает в муках. Так написано. А если она не виновата, она становится еще красивей, она становится счастливой, она рожает сыновей без боли, ну и так далее, и так далее. И возникает вопрос. Это же надо искать такую правду, чтобы даже имя Всевышнего люди были готовы растворить ради нахождения такой правды. Это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса, если мужчина привел свою жену на всеобщий позор и обозрение, и выяснилось, что она не виновата. На мужчине лежит эта вина, о том, что он ее заподозрал или нет? Ответ – нет. Это значит, что женщина себя так вела, что дала ему повод ее заподозрить. Вот так и в бизнесе. Если два партнера работают, и один вдруг захотел проверить бухгалтерские книги и так далее, ни в коем случае нельзя на него обижаться. Это значит, что ты что-то не так сделал, что дал ему такой повод заподозрить тебя в нечестности или еще там чего-нибудь. Поэтому надо смотреть на себя, а не на него. А вы видели своими глазами в современном мире, что вы приводили женщин на суд? Нет, конечно. Это же все в Торе написано. Это было во времена храма и всего остального. Но это написано в Торе, черным по белому. Конечно, никто никого не приводил. И женщины сегодня вообще не следят за тем, чтобы не дать мужу повода сомневаться. Все пытаются. Я тоже размышлял о женской сексуальности. Мы в прошлый раз об этом говорили. Женщина просыпается утром, встает на полчаса раньше. Она, не знаю, приводит в порядок свои волосы, одевает красивую одежду, одевает там красивые туфли, идет на работу или в офис, или в общество. И там она выглядит красивой, ухоженной, сексуальной. А потом приходит домой, одевает халат какой-то там борщом пропахший и вот с мужем общается вот в таком виде, в нечесанном. А муж тоже приходит на работу и там видит красивых, секуальных, ухоженных женщин. А дома он видит жену, которая вот какая-то данность. И вот люди все время вот так вот балансируют между тем, что надо какое-то внимание. Не хватает дома внимания, поэтому надо куда-то выйти для того, чтобы почувствовать на себе восхищенные взгляды. А дома нет смысла, потому что вот оно уже есть и есть. И этот парадокс. Раз мы уже заговорили о работе и офисе, как вы подбираете себе сотрудников? Они же тоже являются частью вашего окружения. Я не подбираю сотрудников вообще. То есть у меня есть направление в бизнесе, там есть менеджеры, они это все подбирают. Я подбираю только своего секретаря, не знаю, там начальника охраны, может быть водителя, а так вот я сотрудников не подбираю. Давно уже. А бизнес-партнеры как у вас появлялись? Вот вы говорите, что лучшая дружба основана, где сначала был бизнес. Они же должны были как-то появиться. Как вы говорите? Да, ну каким-то образом кто-то, не знаю, ты занимаешься бизнесом. Где-то есть подобный бизнес или конкурент, или еще чего-то. Или тебя интересует какой-то бизнес. На определенном этапе появляется человек, который как-то входит в доверие, объясняет ситуацию. И ты говоришь, ну хорошо, давай, инвестирую что-то, деньги. А он инвестирует свои знания, силы и так далее. И если бизнес получается, он, конечно, партнер, потому что ты заинтересован в том, чтобы он был заинтересован в результатах своего труда. Поэтому чем лучше идет бизнес, тем больше успехов у вас. Бывают бизнес-партнеры, не знаю, которые ты не выбирал, они сами как-то получились. Ну то есть в рамках преодоления конкуренции и для того, чтобы избежать корпоративных конфликтов, люди решают, что лучше договориться и поделить бизнес и быть партнерами, чем воевать на этом рынке. Последнее. Вот как вы понимаете, что это ваш человек? Знаете, бывают люди, твой человек или нет твой? Бывает. Но это невозможно понять. Это можно только почувствовать. Если ты, ну давайте так скажем, как говорят евреи, человек любит сам себя и любит того, кто помогает ему себя любить. Если человек помогает тебе чувствовать себя хорошо, значит, это твой человек. А если ты рядом с ним чувствуешь себя, как вы говорите, обесцененным там, еще каким-то, еще каким-то, значит, он не твой человек. Он токсичный для тебя. То есть это лежит в рамках понимания, это лежит в рамках ощущения. Тебе приятно находиться рядом с этим человеком. Рядом с этим человеком ты любишь себя. Ты чувствуешь себя в своих границах, ты чувствуешь себя наполненным. Ну вот как-то так. Я не пытаюсь туда идти, я просто по ощущениям как-то понимаю. Ну если упростить, это состояние, да? Скорее всего, да. После вкусия, после общения. Смотри, никогда нельзя быть счастливым с кем-то. Счастливым можно быть только рядом с кем-то. Или довольным, или еще чем-то. И это не потому, что человек говорит те вещи, которые ты хочешь слышать. это не потому, что человек тебе льстит, это как раз наоборот не работает. Но если с человеком комфортно, даже может быть на межличностном уровне, он тяжелый, он такой, но если результат получается, хочется с ним продолжать дальше дела, тогда, тогда да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова